Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я. Не прошло и двух дней с моего последнего видео, где я была в купальничке и в Панамке, и посмотрите на меня, я в пуховой жилетке. Это вообще, это просто аномалия какая-то. В общем, у нас сегодня ночью был страшнейший ураган и дождь, и по прогнозам весь июль 8-9 градусов, сегодня с утра 8 градусов. Вот я вышла посмотреть, что у меня тут происходит, и сейчас вам все покажу. Ну и вот, вы посмотрите, вот только я вам показывала, хвасталась, какие шикарные дельфини у меня. Они у меня были и подвязаны, и проволокой, и веревочкой. И вот так вот сейчас все вообще просто, и вон там тоже кусты поломанные. Здесь он, видно, маленький, может быть, молоденький, он держится. Но вот эти, которые самые были красивые, вот все, все лежит. Я не знаю даже, что тут, если я подниму, разве вот оно восстановится уже, если оно все переломано? Вообще, просто нет слов! Ну как вот так вот? Ну что это за погода? Ну петушки-то все ушки повесили. Ну как вот, ну как, а? Ну вроде бы тут вот они у меня... Здесь вот, видите, я их специально вот сюда вот ставлю. Почему у меня все цветы близ дома? Потому что я уже научена горким опытом, если их ставить, например, где-то, то вот с нашей погодой, которая вот так вот себя ведет, все цветы не страдают. И я теперь вот мужа попросила, вот он мне наколотил вот таких полок, и они у меня здесь под крышей, можно так сказать. И у дома они как бы спрятаны от ветра, от сквозняков и от дождей. Но если косые дожди, бывает, что они страдают. Ну вот, вы посмотрите, ну как тут, ну вот... Просто нет слов, просто нет слов. Я не знаю. Ждала Юля дельфиниумы, когда зацветут. Ну, судя по прогнозу погоды, бассейн у нас так и будет стоять под черной крышкой. И я не знаю, искупается ли ребенок в нашем бассейне, если у нас 9 градусов по прогнозу. На полиюля это точно. Вот Тунбергию тоже я поставила. Вот я все их прятала под укрытие, да. Ждала, когда они придут в себя после июньских заморозков и дождей в первом начале июня. И вот все, сейчас снова нужно убирать. Только вот она начала красиво цвести, свисать плетьи у нее. Вот, я вот выставила ее на красивое место. Ну и сейчас опять нужно прятать, чтобы остатки непогоды ее, опять же, не погубили. Вот уж кто выстаивает непогоду. Это астры. Все хорошо, гладиолусы тянутся. Но вот я так думаю, что вот эти у меня кашпо с петунией я, наверное, тоже уберу отсюда. Потому что все под открытым небом. И если дожди сильные, они все поломают. Ромашки вот тоже наклонились. Но остальное, вроде бы, все тут пока более-менее. Дальше пойдемте в мой огородик. Я уже вижу, я уже все вижу. Просто я в шоке, посмотрите. Все лежит, все лежит. Все пиошки красивые мои, пиончики лежат. Здесь кустик красивый, который я вам показывала с белым пионом. Посмотрите, все лежит. Вот даже ирисы, мне кажется, и то наклонили все свои красивые бабочки желтые. Ну ладно, они хоть вроде бы стоят. Тут, которые пионы еще не зацвели, тоже стоят. Ну и вот, пожалуйста, еще один куст лежит. То, что они были подвязаны, так они более-менее не совсем на земле. Но все равно, ой, как вы видите. Я так ждала этой красоты, чтобы полюбоваться, походить на аромат. И что вот сейчас бедные, бедные цветочки страдают, а? Вот розовый пион тоже страдает. Бузульник, а бузульнику-то, конечно, хорошо. Это его стихия, его погода. Ему хорошо. Он ведет себя хорошо. Стойки теперь, ушки у него распущены. Все хорошо. Ну ладно, даже вот, кстати, скоро будет выпускать свои желтые стрелы. Ну а вот пиончики, конечно, водка, я вам показывала, которые распускаются в первую очередь. Все сейчас вот в таком состоянии. Да, вот это погода. Вот это погода. Клубника вроде бы ничего. Грядочки остальные. Это томаты у меня в открытом грунте. Только тоже они начали в себя приходить. И вот, пожалуйста, опять непогода. Не знаю, если будет холоднее, то я, наверное, их буду накрывать укрывным материалом. Пока вроде бы тут более-менее. То, что невысокое, то и стоит более-менее. Клубника, капустка. А вот мои цветочечки, мои пиончики бедные. Ну что вот, я, наверное, знаете, что думаю. Может быть, посрезать и букеты дома наставить. Ну жалко же, что пропадать будет такое добро. Ну пойдемте в тепличку посмотрим. Тоже кустик вот лежит розовых пион. Я вчера с вечера включила обогреватель. Сразу же вам хочу сказать. Вот у меня пушка работает. И сколько градусов с пушкой? 26. Ну ладно, 26 градусов. В принципе, это более-менее температура. Потому что не хочу, чтобы здесь было холодно. Чтобы все завязи и перчики пострадали. Перчики вроде бы висят. Ну вот, которые уже подрастают. Вот томаты. Томаты стоят. Ну ладно, в теплице, в принципе, хорошо, тепло. Огурчики тоже мои подрастают. Хоть и маленькие были. Помните, как я вам показывала? Садила их недавно. Но вот уже подвязала. Уже начали плестись. Да, какие-то еще совсем маленькие. Какие-то вот уже и ого-го. Есть и завязи, и цветочки, и маленькие огурчики. Так что скоро буду огурчики кушать. Вот пушка работает. Спасает от непогоды. Ну а куда деваться? Кстати, у меня вся теплица вот в укрывном. Это вот была неделя жары. Сол слишком. Я вот так вот протянула укрывной, чтобы солнце не палило. Потому что вообще страдали растения. Они варились здесь. Ну а сейчас я не знаю, что этот укрывной какую функцию выполняет. Наоборот, утеплителя. Я вообще не знаю, что делать с этой погодой. Достала она уже слов. Нет, просто одни уже. Хочется ругаться. Каким богам молиться для того, чтобы была хорошая погода? Я не знаю. Одно радует. Россия победила на футболе. Вот за это я рада. А больше пока не знаю, за что. Блин, а. Только хочется ругаться, блин. Вообще уже. Слов нет. Одни матюги. Но Россия чемпион. Ура! Только это радует данной ситуации. В общем, спасибо огромное всем за внимание. Поделилась с вами. Потому что охота поругаться. Пускай ни у кого так не будет. Пускай у всех будет хорошая погода. Отличное настроение. Солнечные денечки. И к нам они придите, пожалуйста.